Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Мы с вами находимся в городе Санкт-Петербурге, и это канал Наш Санкт-Петербург. У нас сегодня погода такая не очень холодная, я решила на улице снять видео, но в то же время так ветрено, прям задувает так здорово. Вот, ну, в общем, попробуем сейчас немного снять. Вот, и, значит, я вам расскажу побольше о центре на Садовой стеной с Паской. Вот, и еще я сегодня хотела снять очень интересный дом. Я часто бегала мимо этого дома, в булочную, и хотела вам рассказать сегодня. Так, ну и поехали, да? Так, вот этот большой дом, который находится ближе к метро с Паской, здесь находится банк, магнит-магазин. Туда дальше там находится поликлиника стоматологическая, в которую я ходила раньше, мне очень нравится эта поликлиника. Сейчас мы переехали, я не могу, к сожалению, уходить. Вот. Это очень такой спокойный район. Сейчас я, наверное, жалею, что мы отсюда уехали. Была возможность остаться в этом районе. Но, к сожалению, вот так не всегда бывает, как хочется, да? Ну, вам интересно, вот дом такой с колодцем, да? Смотрите, фронтон наверху, четырехэтажный. Смотрите, какой балкончик, да? Прямо венецианский. Уход такой интересный. Я думала, уж никого не будет в это время. Ну, как только я начинаю снимать, всегда много людей. Читаю новости, значит, как интересно. Значит, граждане России вывезли в Армению за несколько месяцев около трех миллиардов долларов. Неплохо, да? И ВВП Армении возросло на 20%. Даже очень неплохо. Кто едет? Посмотрела, кто едет. 50 тысяч компьютерщиков. Ну, да. Компьютерщикам раздолье, да? Кто едет еще? Художники почему-то. Не знаю, художники, как они зарабатывают. Экономисты. Ну, программисты, само собой, разумеется. Вот. Куда еще едут наши люди? Почему-то 80 тысяч выехало. О, смотрите. Дома очень близко построены в Питере. Ну, это связано с климатом. Чтобы дома, как сказать, не портились. И вот так они близко друг к другу построены. Люди едут. Меня удивляет даже в Сербию. Смотрю вот канал. Не помню, как называется. Там вот компьютерщик выехал. Они с супругой там, с дочкой, с собакой. Пытаются прижить. Вот так я смотрю. Смотрите, какой подъезд интересный. И не так уж и дешево. Не так дешево. Вот. В Турцию выехали, да? Многие. Смотрю, там я тоже канал. Что-то про чемоданы. А, семья на чемоданах, кажется, называется. Так интересно. Они вот подали документы еще в октябре. Получат они в НЖ все-таки или нет? Трое детей. Я так понимаю, что он, папа троих детей. Ну, как бы зачем? Надо было вообще до такой ситуации доводить, чтобы забирали людей, у которых трое, там двое, трое, там более детей. Мне кажется, важнее, чтобы ребенок был в полной семье выращен. Потому что у нас очень много в Питере, очень много одиноких мужчин. Их, знаете, их миллионы здесь. Сотни тысяч ходят, вот я вижу, с собачками, с кошечками. И никто им не нужен. Для них женщин не существует. Вот. Поэтому, ну, это можно до бесконечности разбирать. Кто, чего. Таких, ладно, я людей понимаю. А вот у некоторых не совсем. Так. Ну, мы с вами уже переулок прошли практически, да? Так. Давайте мы с вами сейчас попрощаемся. Всем пока-пока. Доброго вечера. Хорошее настроение.